Все в снегу. Вот в нашем городе зашли сейчас в парикмахерскую. Такой шок. Женщина огрызается просто ужасно. Как вообще так могут люди себя вести? Вот. Говорит, как стричь. Разве я понимаю, я говорю, ну покороче. И до такой степени она просто огрызалась, что я подумала, что не стоит. Сейчас просто так не стрижет. Ну, в смысле, ребенка. Вот. Ну, конечно, я же не парикмахер. Я же в своем деле специалист, например. А в этом-то деле откуда я что знаю? Я сказала с боков убрать, сзади убрать. Но она так сильно огрызалась, как я давно уже не слышала, как люди огрызаются. Один раз что-то сказал. Второй я говорю, ну ладно, давайте лучше не будем. Ну, я вежливо. Она говорит, да, давайте лучше не будем. Идите в барбершоп. Ну, так послала нас. Я сказала то, как есть. Мы были, но там заняты, к сожалению. Ну и все. Я аккуратненько вышла. Откуда люди такие злые? Просто вообще шок. Просто шок. Что в голове? Откуда агрессия? Нет, в принципе, это неудивительно. Но человечество терять не стоит. Короче, напишу я пост. Телефон сел. Да, вот в парикмахерской там такая агрессивная женщина. Они вот агрессивны. Они не понимают, что нужно развиваться, учиться, что только в маленьких провинциальных городах бывает такая агрессия и так некачественно оказаны услуги. Потому что в больших городах все равно развитие, конкуренция, люди учатся. И зря вот эта женщина, даже из этой парикмахерской, агрессивно относится к барбершопам. Она сказала. Я говорю, ну, давайте мы, пожалуй, не будем встречся. Я сказала это корректно, культурно, вежливо, чтобы не обидеть ее. Я поняла, что она агрессивная, что она просто пострижет ужасно сына или просто не умеет даже стричь. И на что она сказала, да, пожалуй, не надо, идите в барбершоп. Ну, то есть, понимаете, это просто конкретная агрессия. А я хочу сказать, что почему такое негативное отношение к непонятным моим барбершопам? Ведь барбершоп — это не просто качественно выполненная услуга, работа, стрижка. Ведь мы ездим в какие-то там города, в Саранском, Нижнем, и там записываемся обязательно. Почему? Потому что это плюс ко всему и корректное, качественное, тактичное обслуживание, обращение такое профессиональное. То есть там никогда тебе не скажут, да, идите там куда-то. Ну, то есть люди учатся, обучаются. Ведь весь секрет в том, чтобы продолжать учиться, обучаться. И все. То есть, как бы мне этого не понять, такого отношения хамского. Вот. В общем, я не знаю. Мы, конечно, ушли, зашли, в нашем доме есть магазин «Магнит». Зашли, я взяла йогурт, и я всегда смотрю на срок годности. Слава Богу, Филипп посмотрел, а я почему-то нет. И там был срок годности до вчерашнего числа. Мы, конечно, ничего там не стали, ничего делать. Назад поставили, просто там купили то, что нам нужно, ушли. Это я к тому, что... Как так вообще? Ну, непонятно, ведь это так опасно, ведь это могут купить бабушки, дедушки, с каким-то там ослабленным «Магнитетом люди». А вообще, ну, просроченная продукция, она очень опасна. Это же даже молочка, это очень опасно. То есть, я не знаю. Ну, там, конечно, ходила девушка, подбирала всё. Ну, что-то там пикало. Ну, в общем, заберут, не заберут, я не знаю. Я к тому, что... Удивительно вообще, почему такие, так оказываются услуги, и я не понимаю. То есть, в больших городах в любом случае чуть-чуть всё иначе. Ну, не чуть-чуть, это я уж преуменьшила. То есть, как бы, где есть конкуренция, там люди работают, можно сказать, на совесть. А где нет конкуренции, типа и так сойдёт. То есть, мы платим деньги какие-то, а люди вот так вот себя ведут, огрызаются, хамят или предлагают нам какой-то товар. Ну, плохой. В общем, я этого никогда не понять. Фенечка, а ты понимаешь такое поведение, мамочка? Ричуша, а ты понимаешь такое поведение? Я. Ты понимаешь вообще, как так можно себя вести? Ой, такие вот делишки.